Привет! Это летающие пингвины Паша и Таня. Привет! Мы хотим осветить свои планы на ближайший сезон путешествий, который начнётся у нас в сентябре. И в сентябре мы хотим отправиться в Бангкок по земле поездами, автобусами и всем местным транспортом. И автостопом. Даже автостопом. С 26 октября по 4 декабря мы организуем в этом сезоне аж три группы. Две по Таиланду и одна по Бали. Это группы с платным участием. И все условия участия, в том числе и стоимость участия, вы можете узнать по ссылке в описании, естественно. На нашем блоге flyingpenguins.ru По Южному Таиланду, то есть по островам Самуи, Пхипхи, Панган. С 26 октября по 7 ноября по Северному Таиланду. С 8 ноября по 20 ноября. Сразу после этого, 22 ноября, мы встречаем новую группу. И едем на сказочный остров Бали. Да, именно так. На Бали у нас будет мото-путешествие, то есть все перемещения на Бали у нас будут на скутерах. После окончания поездки коммерческой группы по Бали, 4 декабря мы отправляем всех улетающих домой. А тех, кто остается с нами, мы берем в путешествие по островам Ламбок, Ява и, может быть, даже по Филиппинам. Участие в этих путешествиях бесплатное. Вместе с нами вы сможете продолжить путешествие... В свободном формате. В свободном формате. Мы будем просто изучать новые для себя места. Да, абсолютно спонтанно, без программы, без каких-либо намеченных планов, просто ехать куда-то. Это будет самое лучшее вообще приключение, потому что можете спросить у Леши Куприкова, как это происходит, и он вам расскажет. Да. Это очень интересно и весело. Это реальное адвенчер. Это реальное приключение, да, потому что нет никакого плана, никакой программы. И столько неожиданностей какой-то. Прямо ты как ребенок все время удивляешься чему-то новому. Это очень будоражит воображение. Вот. А по Таиланду, значит, по северу Таиланда Чангмай, Чанграй, Пай. Мы уже ездили. И вы можете посмотреть отчеты о проведенных путешествиях, отзывы участников и, как бы, такой небольшой сериал, там, из 10 серий, где каждый день новая серия. Вот. О том, как проходило это путешествие. Мы немножко меняем каждый раз программу, поэтому в этот раз путешествие будет проходить немножечко по-другому, но в целом представление можете себе сложить. И еще. Значит, обязательно почитайте условия участия на нашем сайте по ссылочке. И программу, в принципе, можете не читать. То есть, если не читаешь программу и не знаешь, что будет завтра, то, мне кажется, даже интереснее путешествовать. Гораздо. Ну, это, смотрите, хотите читайте, хотите не читайте. Мы за то, чтобы не читать программу. А условия участия знать надо обязательно. Все их должны прочесть. По северу Таиланда мы поедем сначала в Уют-Хаю. Из Уют-Хаи мы полетим на самолете в Чанг-Рай, внутренний перелет у нас будет. Потом поедем в Чанг-Май оттуда автобусом. Из Чанг-Мая мы поедем в Пай, из Пай в Мехингсон и обратно потом в Бангкок. Ну, это просто перечисление городов, а по ходу мы будем есть настоящую тайскую еду, мы будем есть... Настоящую. Не в ресторанах, а в правильных местах. Вот тут вот покушаем. Ливер, чуть-чуть мясо, крахмал, рисовая мука, все это перемешано. Ну, как бы такая соевая шняга. Левой рукой ложкой вливаешь, а правой рукой палочками выковыриваешь всякие вкусности из супа. Что скажешь про супчик? Я скажу отлично. Да, мы будем есть много фруктов свежих, и мы будем также общаться с местными, учиться с ними находить общий язык. Мы будем каждый вечер ходить на массаж. Это отдельная песня, история. И не думайте, что путешествие по северу, оно очень сухое. То есть у нас будут заезды на водопады. Мы каждый день будем купаться там. Да, у нас, если не будет возможности купаться в природных источниках, мы будем купаться в бассейнах. Постоянно у нас будут какие-то водопады, там речки. Какие интересные активити и основные места у нас на севере Таиланда. Катание на сигвеях по центру Чангмая. Это очень интересно. Это полеты на веревках, то есть от полет гиббона. Это тоже супер. Я лечу! Это абсолютно не страшно, но очень-очень весело. И у нас много-много будет поездок всяких на скутере по диким местам с севера Таиланда, по горам. То есть мы в такие места будем ездить, куда вообще туристы не добираются. Меня вот лично, вот как девочку, очень радует, что в Таиланде такая дикая, красивая природа. Ее не нужно сравнивать с нашими русскими красотами. Она другая немножко, эта природа тропическая. Но эти цветы, эти деревья, пальмы, они просто восхитительные. Это я для женской половины. А мне еще знаешь в этом плане, что нравится? Мне еще очень сильно нравится то, что эта природа, вот она, доступна. То есть не надо там с рюкзаком, с палаткой, через комарины и тучей переться куда-то по болотам. То есть ты просто едешь по дороге, и вот она природа здесь. И вечером ты возвращаешься в отель, принимаешь душ, купаешься в бассейне, ешь в кафе нормально. И ты типа уже в чистой постели. А на следующий день ты опять встаешь, едешь опять, и опять на природе оказываешься. То есть это такое классное сочетание и природы кругом, такой дикой, как бы, и нормальных комфортов. Вот в то же время комфорта, да. Вот. Значит, по Южным островам, почему мы называем вообще эту поездку Южные острова? Какие еще острова в Таиланде есть? Есть Западные острова. Дело в том, что есть еще Ко Чанг, по которому мы тоже сделаем маршрут. И, возможно, даже в этом сезоне он тоже состоится, но уже после Нового года. Южные острова – это более туристические места. Там больше туристов, потому что там море, пляжи, и эти пляжи очень хороши. Менее аутентичная программа, скажем так. Очень пронизана туризмом. Да, для тех, кто ну не может без моря вообще никак. Но это очень классно, потому что там замечательные пляжи, замечательное доброе ласковое море. И мы также будем на скутерах кататься по всему острову Самуи, по всему острову Панган. Там достаточно тоже много будет природы. И горы будут, горные серпантины, и всякие активити интересные. И в кульминации у нас будет дайвинг на Пхипхи. Это очень красиво, потому что там невероятно высокие отвесные скалы из воды торчат. И эти скалы, они же уходят вниз под воду на большую глубину. И очень прозрачная вода, миллионы просто рыбок красивейших. И при этом, ну, то есть, прям вот такая необычная природа. Ну, то есть, уникальные места, нигде не увидишь. И в этом же районе, на Пхипхи, у нас будет не менее захватывающее приключение на лодочке. Мы поплывем на Майя-бэй. Это такое очень известное место, где снимался фильм Пляж. И, ну, лично меня больше привлекает тот фрагмент, где мы сноркелем. И то мы поедем на остров Бамбу. Москита, по-моему, называется. Да, и там мы будем заниматься сноркелингом. Это настолько, вообще, потрясающее занятие, потому что, там, кидаешь хлебушек в море, и рыб столько вообще приплывает, что просто, блин, прям мясо, хватай руками. Они, в общем, вот такие вот рыбы, и все разноцветные, очень классные. Они прям налетают и кусают все, и кожу в том числе. Ну, не больно так. Да, видео тоже у нас есть на эту тему. Посмотрите. В прошлом сезоне мы проехали 2500 километров по Бали, и поняли, что Бали достоин мотопутешествия. Ну, то есть, там есть, реально есть где покататься, и там надо кататься. Вот, поэтому приглашаем людей с нулевым уровнем катания на мотобайках, приглашаем в мотопутешествие. И это мотопутешествие, оно будет называться «Твое первое мотопутешествие на Бали». Есть совсем хорошие дороги, с них мы начнем. Есть хорошие дороги, с них мы продолжим. И есть совсем плохие дороги. Есть. Разложился. Ничего и не было. Ну, почти, да. Нет, совсем плохих нет. Совсем плохая вот здесь. Вот это совсем плохая, ребят, дорога. На Бали таких плохих дорог, вот как здесь, не будет. Ну, будут чуть похуже, чем просто асфальт, но как бы разбитый асфальт местами. Будут горочки такие слегка разбитые. Будут крутые дороги, горные. Вот, короче, дороги будут разные, и мы научим вас ездить на мотобайке. А кроме того, вот эти замечательные дороги разные, они будут сопровождаться такими видами, что вы просто закачаетесь. Интересные места. Мы их выписали порядка, там, полутора десятков станей. Все эти места разные будем встречать по пути. И показывать вам. И смотреть их, да, и показывать. И мы не будем жить в одном месте. Мы будем постоянно переезжать в новые места. И мы тоже не будем кататься каждый день. То есть у нас будут дни отдыха. И это будет приключение такое, достаточно, ну, лайтовое. И это будет приключение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стоимость участия смотрите в описании Скидки тоже смотрите в описании Путешествия, все три, они подходят для людей, которые очень любят приключения И для тех, кто, может быть, пока еще не до конца решился пускаться в такое путешествие самостоятельно Ему нужна легкая поддержка Или для тех людей, кто, в общем-то, достаточно свободен в своих путешествиях Но кому просто хочется делать это в хорошей компании Будет здорово, если вы поедете с нами в Таиланд, а потом таки решитесь поехать с нами на Бали То есть если вы поедете с нами по двум программам, вы тогда сможете почувствовать Почувствовать контраст этих двух потрясающих стран Они действительно очень разные У нас ограниченное количество мест Мы набираем группы небольшие Мы просто опытным путем выяснили, что группы, состоящие из 8 человек, включая нас Это такой идеальный, своего рода коммуникационный, что ли, баланс Когда люди отлично держат связь друг с другом, не выпадают из компании И все время находятся в потоке Это очень здорово, когда пары, когда люди поддерживают друг друга в рвении Путешествуют свободно и участвуют в подобных программах Мы будем очень рады видеть пары и отдельных путешественников тоже, парней и девушек Так что welcome Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok